Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. В этом доме очень любят собак породы такса. Длинномеры здесь есть как в живом, так и в деревянном, керамическом и стеклянном виде. У меня таксы уже больше 20 лет. Чем привлекает породы? Не знаю, люблю. Характером прежде всего. Мне характер их приятен. Такой вот противный. Они своенравные, очень-очень своенравные. Такса, она что-то среднее между кошкой и собакой. Прежде чем исполнить команду, она сначала подумает, делать ей это или нет, что ей за это будет, лучше или хуже. Последним в доме появился кекс. Искал новый дом и нашел Ирину и Сергея. Хозяйка заболела, хозяин заболел, в общем, клиники и прочее. Мальчик остался, можно сказать, беспризорный. Кекс – это его кличка такая домашняя. В паспорте он написан, что его зовут Кент Лавелас. Кекс у нас появился чуть больше полгода назад. Переживали, как нового постояльца примет хозяйка квартиры, 13-летняя Лиза. Думали, будет сложнее. Но кекса она приняла очень даже хорошо. Не скандалила. Как-то так нормально все так обошлось. Выезжали в деревню. У нас там соседи есть в деревне. Две таксы там, две девочки таксы. Дом напротив. И когда мы приезжали в деревню, мы их познакомили, конечно. Когда приезжали в деревню, он выскакивал из машины и прямиком туда бежал. Конечно, эта старая клюшка ему уже была не очень интересна. А там девочки молодые. И к девчонкам он туда, к молодым бежал, в дом напротив. Заходил туда, в дом прям заходил безо всякого. В общем, мальчишка совершенно без комплексов. Грудь колесом, хвост саблей, все как положено. Но, видимо, так сложили звезды в момент рождения этой собаки, что ему предстояло пережить еще одно потрясение. Я заметила, когда поднимались по лестнице, мы на четвертом этаже, поднимались по лестнице, как-то он неохотно уже поднимался по лестнице. Пришли домой, лапки помыли, я стала кормить. И тут я заметила, что-то у него зад заносит из стороны в сторону, и задние лапы подгибаются. Позвонила доктору, а мы накануне у доктора были и зубной камень ему снимали. Я позвонила доктору, спрашиваю, что такое, может, на нервной почве. Он говорит, да может быть, накапай валерьяночки. А, корвалольчику, говорит, ему накапай. Корвалольчику я чуть-чуть накапала, разбавила водичкой, ему дала. Вот, ну, не знаю, может быть, нервы-то у него немножко успокоились, но на утро он уже не ходил совсем. Вот, поехали к врачу, посмотрел и поставили нам вот такой, можно сказать, безнадежный диагноз. Вот, защемление позвоночной грыжи. Болевой синдром сняли, вот, больше у нас ничего не получилось. Вот, и нам сказали, что интернет весь прошерстило. Ездили часто к врачу первое время, он все его тестировал, тестировал, смотрел, рентген делали, в общем, все делали. Сказал, что, ну, бывают чудеса, может быть, что маловероятно. А так, предложил, предложил в первую очередь, предложил, конечно, усыпить. Нафиг, говорит, вам это надо. Но им оказалось надо сделать хотя бы попытку вернуть собаку к полноценной жизни. Приобрели коляску для задних лап, чтобы пес передвигался. Вспоминают, что первое время в его глазах читался страх, что бросит. А потом понял, в этой семье своих не бросают. Приспособились справлять естественные потребности. Не перестали гулять. Я смотрю, мальчишка-то совершенно остался таким, как он был до этого. Он, наверное, уже забыл, что у него лапы задние не очень хорошо бегают. Он, я говорю, иногда носится так, что я за ним еле успеваю. Ему все интересно. Ему вообще весь окружающий мир очень интересен. Ирина и Сергей, несмотря на приговор врача, не оставили надежды на восстановление двигательной функции. Ежедневно делали массаж и гимнастику. И даже доктор удивился результату. Обычно, говорит, вот недели две-три уже висят нитки вместо ног. То есть таз, уже одни кости и висят ниточки. А мы когда приехали, он прям ничего себе. У него ноги почти на месте. Хотя они у него бездействовали совершенно, болтались. Вот так не реагировали. Он таскал и чисто корпус передний, а задний у него волокся. А потом, вот когда вот так вот я начал ему по чуть-чуть делать гимнастику, он стал за едой иногда подскакивать. И сейчас вы увидели, вот в процессе он достанется. Вот так вот иногда ставлю его просто, чтобы он как бы постоял немножко. Да, Киксош? Я бывший инструктор по подводному спорту. Поэтому массаж для меня это уже знакомое, так сказать, дело. А что касается вот того, что полностью атрофированная часть, это я знаю по жизни Декуля, слышали такой был цирковой артист. Я когда-то цирковой студией занимался, поэтому о нем всегда говорили. И он методику разработал. То есть у него ноги были полностью атрофированы, работали только руки. И он заставлял гантели приносить, ремни резиновые. И сам руками ноги двигал. Именно вот заставляя двигать ноги, кровообращение усиливалось. Ну и, наверное, нервные окончания, в связи с тем, что кровообращение усиливается, начинают мышцы подпитывать, и нервы начинают работать. Ну и я что-то подумал, подумал, решил. А недавно, ну как недавно, после того, как начал, соседка нам говорит, что у них у кого-то у знакомых тоже вот такое состояние было у собаки. Но они нанимали какого-то мануала. И он, говорит, по часу делал гимнастику. Я не знаю, что он делал, но он, видно, что какая-то методика. И говорит, через полгода собака побежала свободно. Побежит ли кекс на своих лапах – вопрос открытый. Факт, что сейчас на своих двоих он передвигается так, что бежать приходится хозяйке. Сам с лестницей и по ступенькам вверх. С угробы не преграда. И запах весны манит. На коляске по снегу тяжеловато, а летом колеса помогут передвигаться еще быстрее. Забота и внимание важно каждому. И даже безнадежные случаи порой превращаются в добрую сказку, которая не заканчивается. В уроки ветеринаров-хирургов этот кот попадает не впервые. Проблема его родом из детства. История весьма поучительна для тех, кто хочет вырастить здорового питомца. Это пациент и по совместительству мой личный питомец. Это котик. Котика зовут Тато. Татошка. Вот. Да ну, котик. Лет ему получается 8. Попал он ко мне месячным котенком. Тогда я еще, к сожалению, не был ветеринарным специалистом. Был обычным владельцем, которому повезло такого маленького котеночка приютить. Был маленький такой, хиренький, худенький. Конечно же, я, как все владельцы, хотел для него счастья, откормить его. Вот. И тогда еще как раз я не владел должной информацией по поводу правильного кормления кошек. Вот. И кормил его натуральной пищей. Причем натуральной, ну, несбалансированной, как положено. Вот. Кормил я его в основном курицей. Да, подмешивал туда крупы. Да, подмешивал овощи вареные. Курица тоже была вареная. Вот. Иногда давал творог, кефирчик, молочко. В общем, как положено. Но коту не посчастливилось, собственно, получить некое заболевание, которое называется пищевой вторичный гиперпаратериодизм. В крови начинает концентрироваться парад гормон, который ответственен за рост формирования костей. И вместо того, чтобы брать необходимые микроэлементы из пищи, идет выделение этих элементов, собственно, кальция из фосфора, из костей. Вот. И отчего кости становятся, ну, как в простонародье, прозрачные. То есть на рентгене даже. Если мы делаем рентген, они у него такие прям просветленные, прозрачненькие. Плотность кости очень низкая. И они становятся очень хрупкими. Для таких животных даже прыжок со стула чреват травмой. Если не переломом, то сильным ушибом. Вопрос не в поступлении количества кальция фосфора, а именно в их соотношении. То есть даже по всем нормам кормления еще с наших учебных заведений на крупнорогатый скот пишется, что учитывается не общее количество поступаемых этих элементов, а именно их соотношение. То есть их может быть в сумме много, может быть там чуть меньше нормы, но чтобы соотношение было всегда строгое. Не сразу, конечно же, мы обратились в ветеринарную помощь. После обращения нам объяснили, как уже кормить. И перевел я его уже на промышленный корм премиум класса. После чего уже, собственно, у него достаточно быстро, в течение месяца уже кости окрепли, кальция фосфора отношения выровнялась, и они закрепились. Но не прошло все бесследно. Поскольку это период интенсивного формирования опорно-двигательного аппарата, собственно, костей у него, пошли изменения уже анатомические. То есть у него проявился сильный лордоз поясничного отдела позвоночника, то есть у него прям провис очень сильно по рентгену, это сильно заметно. Закруглился таз, тазовые кости у него прям закруглены. И основная проблема, собственно, с чем он сейчас здесь сидит и по какому поводу был оперирован, это было сужение тазовых костей, что сузило анальное отверстие, ну, выход, соответственно, что приводило в дальнейшем уже к проблемам с идентификацией. То есть в туалет он по-большому был ходить достаточно проблематично, и эта проблема преследует его по жизни вот до сейчас. В последнее время вот уже он пережил несколько, то есть ряд операций именно на кишечник. То есть у него был капростаз неоднократно, то есть каловые массы скапливались, уплотнялись, увеличивались в объеме и, соответственно, не могли выйти. Что приводило, собственно, к капростазу, так сказать, к запору. И он по этому поводу несколько раз оперировался. И я, собственно, уже принял решение, что, ну, соответственно, чем дальше это продвигается, тем будет хуже. Было принято решение устранить причину недуга. О какой операции, собственно, идет речь? Это расширение таза. То есть таз распиливается непосредственно, берется какая-то, так сказать, донорская кость этого же животного. То есть кости можно взять разные, это может быть… Ну, в данном случае это была часть лонной кости, то есть той же составной тазовой кости. Вот этот кусочек спиливается, и он выступает в роли некого материала, то есть той же самой кости, идентичной родной кости, которая должна прирасти, сформировать уже единое целое. И она выступает в роли распорки между тазовыми костями. То есть тем самым расстояние, оно немножко увеличивается. Конечно, это, ну, речь идет о, там, парой-тройке миллиметров. Но, в принципе, даже этого уже достаточно, чтобы каловые массы лучше проходили, и проблем было меньше. Вот. Собственно, таким образом операция и проходила. Операция проходила в нашей клинике. Она проходила при помощи специалиста и сторонней клиники хорошего травматолога, с участием наших травматологов. Кот Татушка в клинике частый гость, и не только как пациент. Он при этом еще почетный донор у меня, сдавал кровь на донорство 7 или 8 раз. Вот. И он прекрасно это все переносит. То есть спокойно сидит на столе, он моется, купается, стрижется без наркоза, без ничего всегда. Очень спокойный код. После операции кот достаточно быстро восстановился. Операции восстановления под присмотром врачей клиники «Доктор Вет» прошли успешно. Напомним, клиника находится в Сергиевом посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Продолжение следует...